Командиры в мире кораблей Командиры уже в курсе, что в игре активно ведется работа над «Академией командиров». Все изменения, которые она принесет с собой, вводятся в игру по частям, чтобы игрокам было комфортнее подготовиться к новинкам в привычной механике. Так, начиная с 13.7, командиры получили более четкое разделение. Теперь в игре есть особые командиры, которые выделяются уникальной внешностью и могут иметь специальную озвучку. Редкие командиры — это такие морские волки, которые обладают улучшенными навыками. И легендарные командиры — известные адмиралы, которые владеют не только улучшенными навыками, но и рядом национальных талантов с особой персонализацией. Узнать, к какой именно категории относится тот или иной командир, поможет фон портрета флотоводца в порту. И да, цветовая градация тут схожа с экономическими бонусами и сигналами. Вторым нововведением версии 13.7 стала возможность добавлять в игру командиров без привязки к нации или специализации на корабль первого уровня. Недавний пример командиры из сотрудничества мира кораблей с визуальной новеллой «Бесконечное лето». Кроме того, у доступных в Адмиралтействе на постоянной основе командиров также убрана специализация на корабли первого уровня. Ну а теперь про ключевой элемент Академии командиров, который уже доступен в обновлении 13.9. В игре появилось элитное обучение и новый тип командиров, которые тоже носят название элитных. И вот об этой новинке мы расскажем поподробнее. Элитным командирам по достижении 21 уровня станет доступна возможность улучшить три навыка для каждого класса кораблей, кроме подводных лодок. Для субмарин может быть усилено только два навыка. Помимо этого, элитный командир сможет выучить один национальный талант. Первым элитным командиром мира кораблей станет Ксанка Щусь, персонаж знаменитой кинокартины «Неуловимые мстители» и киноконцерна «Мосфильм», с которым у нашей игры состоялось очередное сотрудничество. Давайте же на примере «Неуловимой мстительницы» рассмотрим работу механики элитного обучения. Первое, что вы должны будете сделать, получив девушку командира в качестве награды за улучшенный боевой пропуск версии 13.9, это выбрать ей игровую нацию. Например, СССР. Далее вам нужно прокачать Ксанку до 21 уровня. Обычным путем, наигрывая бои или с помощью элитного опыта командира, решать вам. После того, как новый командир достигнет максимума в прокачке, на экране под названием «Личное дело» появится опция, позволяющая усилить навыки, которые есть уже у имеющихся у вас редких и легендарных командиров любых наций. При этом важно учитывать, что навыки с одинаковыми названиями у разных классов нужно усиливать отдельно. Ну а если среди ваших командиров есть советский командир Николай Кузнецов, то он сможет обучить Ксанку одному из двух своих национальных талантов. Кроме того, неуловимая мстительница получит цветные трассеры снарядов и сигнальную ракету при активации национального таланта. А вот брейд-вымпел элитные командиры установить на корабле не смогут. Отметим, что получить национальный талант, как и улучшать навыки, вам предстоит за элитный опыт командиров. При этом вы также можете сбросить свой выбор улучшенных навыков для каждого класса. В этом случае будет действовать механика, схожая с демобилизацией командиров, где 100% опыта можно вернуть за дублоны, 25% опыта за кредиты, либо просто сбросить все бесплатно без всякой компенсации. Важно помнить, что если вы решите присвоить Ксанке Щусь, к примеру, британское подданство, то в качестве наставника по изучению национального таланта для неё будет выступать уже не Николай Кузнецов, а Эндрю Каненке. При этом каждый легендарный командир может обучить талантам любое число элитных командиров своей нации. В дальнейшем в мире кораблей будут появляться и другие элитные командиры, которых вы сможете прокачать и обучить под ваш собственный стиль игры на любимых кораблях. Ну а пока у вас есть шанс опробовать главную механику Академии командиров. И самое важное, не забудьте написать под этим видео о том, как вам механика обучения элитных командиров. А ещё расскажите нам, какие навыки вы будете улучшать для своих кораблей в первую очередь и какой национальный талант получит ваша Ксанка Щусь. Мы уверены, что такое экспертное мнение поможет другим командирам определиться с таким непростым выбором. Удачи вам с экспериментами в прокачке и 7 футов под килем, командир!